Открываем глазки, вздыхаем полной грудью, немножко так настраиваем себя на чувствование самих себя. Кстати, сразу вопрос. Когда мы вот так складываем ладошки, что происходит? Кто знает. Почему во всех традициях вот так складывают? Правильно. То есть мы левую и правую сторону замыкаем. Почему именно в этом месте? Потому что здесь мы сразу же получаем вот то, что здесь рисован кваджерный крест. То есть одна орбита, вторая орбита, они соединяются. Не слышно? Может быть сделай потише. Так вот, сегодня я немножечко повторю то, что я говорил в предыдущие дни для того, чтобы те, кто не слышали моих первых лекций, то что было в курсе ретрита, поняли вообще некие базовые вещи, которые может быть кто-то знает, может быть для кого-то что-то будет в первый раз, поэтому вы меня можете останавливать во время лекции и спрашивать что-то. Но первое, с чего я начал рассказывать, это вот об этих принципах. То есть это базовые принципы, которые лежат в основе любой практики. То есть, когда мы начинаем что-либо делать и практиковать, мы делаем первое расслабление, остановку активной деятельности ума. Саша, наверное, я тебе помогу, потому что, по-моему, вот сюда тебе нужно нажать. Какой-то опытный оператор, и на тебе. Так вот, первое, что мы делаем, это остановка деятельности ума. Когда мы делаем амасте, в принципе, задача сделать энергетическую кармонизацию предварительную. Второе, состояние Тао. Не буду повторяться в деталях, но вот этот значок инь-янь условно делит на светлое время суток и темное время суток. На янскую энергию, на инскую. Условно говоря, все, что касается весны и лета, осени, зимы, это, скажем так, цикл, который проходит любой биологический объект. Соответственно, у нас есть утро, день, вечер, ночь или весна, лето, осень, зима или светлое время суток, темное время суток. Вот так по этому циклу работает у нас любой биологический объект. И процессы, которые в нас существуют, они точно также связаны с вот этими циклами. изменения. Поэтому для людей, живущих в нашем регионе, чего у нас в недостатке? То есть для человека, который живет, например, в ритме, когда, ну, как многие, кто смогли себе позволить, видимо, в предыдущих жизнях наработали определенную карму, они живут, пока у нас здесь зима в северной части, они живут в Индии, потом кончается сезон хороший, они переезжают куда-нибудь в Таиланд, потом из Таиланда в Непал и так вот. У меня тоже был период жизни, когда я 4 года не видел снега. То есть постоянно находился в солнечном таком. И тогда, тогда, естественно, идет избыток Яна. Кстати, что тоже не так хорошо. И это очень видно по людям, кто постоянно находится вот в таком расслабленном состоянии. Должны быть смены. Инь-янь. Инь-янь. Раскрытие-закрытие. День-ночь. Соответственно, если человек двигается в этом цикле гармонично, то он может увеличивать собственный потенциал. Для нас, живущих в данных регионах, нужно обязательно стимулировать вот эти состояния. Именно поэтому в Европе такое количество людей, кто там в патологии, суициды и так далее. Одна из самых, так сказать, состоятельных стран европейских, не буду называть ее, лидирует по количеству самоубийств в мире. Феномен. Да. Очень просто. Идет сильный перекос. Так вот, если взять, например, африканскую часть, то в свое время когда-то был удивительный факт установлен. Среди людей черного цвета до 60-х годов не было зафиксировано случаи самоубийств. Для них вообще было. Потому что они были отобраны. И философия, которая у них существовала, после рабства, после всего чего было, как раз таки была очень такая жизненная. И это очень важный момент имеет. Потому что, когда мы понимаем вот этот механизм, мы, соответственно, можем правильно работать с собой. И переведя себя в состояние благости, дальше мы начинаем работать через собственные анализаторы с умом. Потому что, как сказал Вудаш Кимуни, есть пять дверей в сознание. Потом, правда, рассматривается в буддизме сейчас уже шесть. Но, в любом случае, обоняние, осязание, зрение, слух и вкус это те факторы, которые имеют место быть. И мы через эти органы чувств можем стимулировать у себя определенные процессы в организме. Воздействие на психику, воздействие на ум. Так вот, чтобы нам качественно воздействовать на психику, нам нужно создать условия. И такие условия у нас в теле обязательно. То есть, когда мы, первое, выстраиваем собственное тело. Так, чтобы мы создали условия для наиболее качественных изменений, которые будут далее происходить, когда мы качественно будем стимулировать определенные процессы. второе. То, что я сказал. Переводим в состояние себя тао. Третье. Мы начинаем, например, вот здесь показана стимуляция через дыхание. Это когда мы гоняем по циклу за счет праноямы, запускаем у себя вот этот цикл. А, О, У, М. Дышать можно в теле точно так же по циклу А, О, У, М. Я буду показывать это на практике сейчас, когда мы будем заниматься. Теперь немножечко возвращаясь к храму нашей души. Чем является наше тело. Третье. Если у нас в квартире все перепутано, все запутано, беспорядок, пыль и грязь, то, соответственно, как нам в этой квартире будет? Не совсем комфортно, удобно и будет какая-то путаница. Третье. Соответственно, если мы возьмем и наведем порядок, мы сможем его моментально навести? Нет. Мы сначала будем что делать? Сначала мы наведем еще больше беспорядок. Правильно? Ну а представьте, бутылка. В бутылке есть за долгие годы собрался осадок. То есть что-то падало. Он лежит спокойненько внизу. Потом мы эту бутылку не трогаем, она стоит на месте. И тут мы начинаем брать и ее потряхивать. Потом совсем сильно трясем. Потом еще и переворачиваем. Что произойдет с осадком? Он начнет расползаться. Вот в этот момент у человека начнут выползать все те проблемы, которые до этого у него тихо лежали в этом осадке и накапливались. Просто когда человек накапливает, накапливает, накапливает этот осадок, по нему это незаметно, так чтобы ярко. И он тихо точно так же уходит из жизни с этим осадком. Но если вдруг человек решает заняться собственным здоровьем и что-то видоизменять, начинает делать какие-то очистительные практики, крии, то он начинает как бы взбалтывать. И вот тут из него начинает лезть все. Поэтому пока был семинар, на самом деле вы во время этого ретрита себя где-то взбалтывали. Особенно те, кто попадали на те практики, которые стимулировали именно не только умственное взбалтывание, но и проническое, и какие-то еще физические упражнения с использованием стимуляторов. Но не нужно пугаться от того, что вдруг что-то где-то заболело. Это хорошо. И я вот сегодня не успел войти, мне кто-то говорит, там уже Маша, все. Машенька, как ты? Я не все. Ты еще не все. Ну это радует, потому что в самом деле очень многие пугаются, когда вдруг что-то начало скрипеть. И очень часто бывает, когда люди, которые пришли ко мне на занятия впервые, позанимались, на следующее утро такие звонят и говорят, мы больше не пойдем, потому что у меня начало там болеть, здесь болеть, еще вот-вот тут болеть. И это, скажем так, явный сигнал того, что что-то начало меняться, что-то запустилось. Если после занятий у вас все такое гладкое, ровное и вообще никаких изменений не происходит, то навряд ли это впоследствии даст какой-то результат. Юр, выключи там вспышечку, а то я это самое. Могу вспыхнуть. Значит, теперь про условия и про кости. Кстати, Юра, вот там внизу пакетик лежит розовенький. Принеси, пожалуйста. Не пакетик, а то, что в нем лежит. Так вот, эту картинку вы уже видели в предыдущие дни. Просто я хотел, чтобы вы увидели, что у нас есть некие сочленения. И еще раз пробегусь немножко по тому, как у нас устроен позвоночник. Потому что у нас, я помню, первые курсы студентов, которые обучались, говорили, что за безобразие, мы уже учимся там полгода, а нам еще не рассказали анатомию. Когда нам расскажут про анатомию, как человек устроен. Вот. И прямо с такой я говорю, девочки, ну все в школе учились, но все изучали анатомию там или мальчики. Да, неси сюда. Оп, спасибо. Это, ну давай сюда. Фея, это тебе. Ты же инструктор йоги. Практикуйте. Как конструктор йоги устраивает. Так вот, тут вот как раз есть некий скелетик. И если его взять и потрогать, то вы увидите, что есть некие сочленения. Ах, это дилет йога или нет? А? Дилет йога? Сейчас посмотрим. Йога или это скелет. Видишь, разваливается, значит йога. Вот. Но у нас есть здесь некие сочленения. Они гнутся, как вы понимаете. Вы можете у себя тоже попробовать, не глядя. У них у всех костей есть определенный угол наклона. То есть, вы вот так можете двигать, а вот так у вас намного меньше. Это нужно четко понимать. Если кто видел когда-нибудь филина, то видел, он берет вот так запросто голову, хопш и начинает смотреть назад, потом вперед. У него голова поворачивается чуть ли не на 360 градусов. вот я знаю людей, у которых шея поворачивается практически так же. Ну, у меня так не поворачивается. Если вы зайдете к нам на сайт, то там в видеогалереи есть простые ребята. Несколько я с ними встречался. Есть двое молодых ребят, которые вообще с детства занимались как бы йогой и для них это не было проблемой. Но интересен один студент, кстати, с Украины он, который просто смотрел телевизор и сказал, ну и что в этом удивительного? Он никогда не занимался никаким ни спортом, ничем. Он просто завязывается в узлы так, я не знаю, чтобы еще кто-то в жизни так вот завязывался. А? Да, да. Знаешь. Ну, вот как бы уникальное явление. Украина моя талант. Да, он на Украине талантов первый раз был замечен. Вот точно так же легко взял и согнулся. То есть нужно четко понимать, что кому-то дано было от рождения быть таким эластичным, кого-то с детства как-то гнули, а кто-то наоборот с детских лет сидел на стуле, не гнулся и так далее. И вот когда в один зал попадают люди, которые хорошо все запущено, и инструктор показывает какие-то упражнения, чаще всего он начинает смотреть рядом и у него начинает развиваться комплекс неполноценности. Или, что еще хуже, он начинает пытаться гнуться так же, как гнется сосед. и тем самым он только начинает себя еще больше убивать. И молодые инструктора, многие, кто там пришли из спорта, как раз они очень любят там показать там, загнулись туда, тянемся сюда, рука пошла туда. В результате происходит, первое, блокировка психики, второе, мышца попадает в стрессовую ситуацию, она начинает рваться, а что происходит, если мы что-то тянем, она рвется. Потом, когда мы это отпустим и скажем, все, вот больше я туда не захожу. Может быть, я не в ту школу пошел. Дальше мышца, опять на ней образовались рубцы. Потом он думает, нет, опять с здоровьем плохо, пойду-ка я через йогу опять что-то делать. Говорят, йоги, они такие здоровые. Он приходит в следующую школу, и там опять чего-нибудь, чего-нибудь. Так вот, это одна из самых широко распространенных ошибок, когда люди начинают смотреть на других. Смотреть нужно только на самих себя. какими вы были вчера или неделю назад, месяц назад, и что с вами произошло за то время, пока вы занимаетесь. И то, что кто-то может как-то там загнуться, это не является для вас критерием. Ну и что? Вот вчера Роберт выступал, я сидел, слушал, думаю, ну и вправду, ёлки-палки. Столько в голове держать. А потом мне возникает вопрос. Ёлки-палки, а зачем? Ну сделайте презентацию. Нет, это здорово. Меня всегда восторгают люди, которые могут там очень... Я не такой. Я не могу запомнить их. Я дни рождения. Всех вечно там как-то так, кто где-то вот тут родился. А вот есть люди, которые с феноменальной памятью. У меня есть знакомый, который вот в Тайдзи Цуане. Ему показываешь форму, мне нужно, чтобы её запомнить. Мне нужно сначала уйти в себя, найти движение пран. И потом я по ним буду следовать, если, вот тогда я способен буду это запомнить. Но у меня просто вот такой метод. Я чувствую, как движутся эти потоки, поэтому я даже если форму кто-то мне показал, я попытался запомнить, я дальше делаю, смотрю, нет, не так идёт прана. Вот так это нужно делать. Такой будет переход. И я её не заучиваю. Он же вообще говорит, да какие праны, я вообще не понимаю, о чём ты говоришь. Он говорит, я просто, вот у меня как в кино, я запоминаю вот эти движения. И дальше он и вправду смотрит форму и хоп-хоп-хоп-хоп, и пошла, и легко запоминает. Ну вот, я говорю, что ты знаешь, Лёша Гайлиш, да? Он как бы тоже, он смотрит, я смотрел, как он у Лена учился, тот мне успел показать, он уже хоп-хоп-хоп сразу же повторяет эту форму. Да, потому что человек как бы натренировал себя в этой области. Кто-то очень гибкий ему дано, кто-то, у кого-то хорошая память, как вот у Роберта, вот он может там стихи запоминать. У меня есть знакомый, который знает наизусть Коран, ему начинаешь вот говорить это самое, и для того, чтобы участвовать в дебатах, он запомнил Библию, выучил. Библию, потом Ветхий Завет. И он может просто цитировать, то есть ему начинаешь говорить, он говорит, какая там глава, и дальше продолжает текст. Я не могу. Ну, это не значит, что у меня должен развиться комплекс, человек, что я вот настолько туп. Вот поэтому мне очень хочется, чтобы когда вы будете сейчас делать какие-то упражнения, мы будем смотреть, у кого какие, понимали, что не нужно пытаться делать что-то, перестараться, потому что это очень-очень может плохо потом, скажем так, в общем, не надо так делать. Плохо. Я сейчас немножечко все-таки такой экскурс вам пробегусь. Для каждой этой тематики это отдельный, у нас есть как бы блок лекций и так далее. Но это достаточно важно, потому что для многих астрология это как бы отдельно, психология отдельно, медицина отдельно, праны отдельно. Вот я просто хочу вам показать, что это не может быть отделено. Вот как бы известная картина Леонард да Винчи, да, где что-то тут с аурами и размеры человека. Но подобная же вещь это чуть-ши трактат. Картинки из трактата чуть-ши. Кому интересно, вот у нас там лежит, мы изучаем его. Это вот такая большая толстая книга, где описаны как раз-таки все медицинские, скажем, аспекты, связанные и с энергетикой, и с многими другими вопросами. Вот древний тантрический значок. Смотрите, свастики. Здесь же красная ваджи-ягиня. Вот же опять вот эти две ваджи. Да, видите, ваджи – некий символ. Вот в любой традиции, как описывается, скажем, солнечная энергия. То есть многие говорят, это знак Солнца. Я говорю, нет. Это знак, прежде всего, энергии, идущей от Солнца. Пронической энергии. Они есть в любой традиции. И понятие жизненная сила, жизненная энергия, она есть у всех народов. Вот из трактата Чудши описание не буду сейчас. Как диагностировать человека. Потому что нарушение движения пран сразу же видно в теле человека. По языку, по зубам, по форме тела, по ушам и так далее. Вот как у нас связан наш скелет с нервными окончаниями, которые видны. Вот это знает любой врач. Ну, который и вправду является врачом. И это факт. Но я всегда спрашиваю, а вот, ну хорошо, вот эти веревочки у нас есть нервные окончания и так далее. А что по ним двигается? И по ним ли только двигается? Так вот прана, жизненная энергия, она связана как с дыханием, как с кровью, так и со всей нервной системой. Вот то, что существовало, например, в славянской традиции, которая берет начало из арийской традиции и веды, которые были перенесены в Индию, опять же, ариями. То есть здесь и по деревням, и по рунам, и так далее по всем годам. Ее же аналог, вот, который связан с китайской традицией. Вот, китайские иероглифы, это увязка рунической системы, арийской системы, древнеславянской с китайской. Так же она легко увязывается вот в эту схему. Эти схемы, это все одно и то же. Я могу любой из процессов энергетических показать на любой схеме. Можно на славянской конференции, я славянскими терминами, рунами расскажу. На иудейской есть из сифиры циры и так далее, можно рассказать в иудейской традиции. Можно в традиции любого народа. Различия только в названиях. Смысл остается тот же. Если человек цепляет смысл этого, дальше ему становятся понятны очень-очень многие вещи. Потому что то, что я говорил, здесь и светотерапия, и светотерапия, и вот опять же этот трехугольник им и янь, вот меридианы, вот время, точно так же там есть звуки, сейчас мы к ним подойдем. И работая с этой схемой, мы выполняем, когда асаны, мы можем себя очень качественно стимулировать. Потому что как только мы берем тройку, например, мы заняли какую-то соответствующую позицию, в резонанс попадаем, визуализацией цветом и звуком, если у нас эти три органа наиболее активные, мы можем у себя получить эффект суперпозиции, что я объяснял в прошлый раз. И тогда у вас запускается следующий этап. Вот точно так же это со звездами связана вся меридианная система. Вот древнеегипетские, шумерские вещи. Наверное, что-то там звенит. Саш, можно тебя попросить? Возьми там, достань и выключи. Вот лунная солнечная энергия. Это уж, так сказать, шумеров было очень хорошо. И статуэтки такие существуют. Просто выключи его. Вот современные английские трактовки уже пошли энергетических тел. То есть они напрямую связаны с чакрами и со слоями энергетическими. Вот чем у человека более ровные, так называемые, вот эти слои, как матрешка они. Кстати, матрешка чье изобретение? Ну вот первые матрешки в Японии появились, оказывается. То есть это как раз таки матрешка, это символ вот этих было слоев. И чем более ровные, тем человек более гармоничный. Поэтому когда у человека открывается так называемое зрение дополнительное, он начинает видеть так называемые слои вот эти или ауру. Сейчас мне уже не нравится слово аура, его испортили. Он начинает тут же понимать, где проблема. Потому что каждый, скажем, уровень, который заблокирован, связан с определенным полем. То же самое описано в ведической традиции, где есть точно так же все чакры. Вот по лепесткам можно... Вот по тому же принципу построена экстрасенсорика, биоэнергетика, целительство. Без этих базовых понятий невозможно это. Вот Ида, Пингала, Сушумна. А вот откуда врачи взяли этот знак, а потом забыли. О всех римских императорах и так далее, жезл, который был в основе. Вот те егины, которые существуют в тибетской традиции. Махаситхи. Который... На этом основывается вся практика Будды медицины. Или то, что в индуистской традиции дхавантари. Божество. Вот... Не буду сейчас... Более сложные вещи, которые связаны и с планетами, и со знаками гороскопа тибетского. Но это все опять же связано с нашими энергетическими центрами. И когда говорится о божествах, то для психологов очень часто непонятно, что за божества. Как это можно? В тибетской традиции такие божества, в индуистской такие, в славянской такие, здесь такие. Это очень просто. Если вы это понимаете по самому принципу, по сути, все замечательнейше стыкуется. Потому что принципы света, если возьмете любую радугу, они основаны на том же самом принципе, что и работа с божествами. Все есть, условно говоря, некое длинновом. Можно сказать, все есть свет, все есть звук, все есть некое положение тела. Потому что эти вещи неразделимы. Вот все знают этот значок, который я только что рисовал вам, да? Инь-янь. Вот у нас начинается утро, день, вечер, ночь, весна, лето, осень, зима. Вот так я рассказывал про биологические объекты, про любые клетки, как она работает. Мы состоим из клеточек. У нас есть четыре цикла. И вот по этим четырем циклам у нас все работает, и не только клетка. Вот первое утро у нас идет со звуком А. Дальше идет О. Соответствующим светом. У. М. Сокращенно, видите, общий цикл О. Юрочка, расслабься. Сядь. Вот, условно говоря, вся система меридианов, связанная с цветами. То есть здесь, вот смотрите, вот утро начинается, и пошло. Неридиан селезенки поджелудочной, пошел сюда-сюда, меридиан печени, и там, вот самое, это почек, извиняюсь, вот печень. Вот так мы двигаемся по этому циклу. И когда мы делаем асаны, то очень важно, чтобы мы не просто делаем упражнения физкультурные. Мы визуализируем эти вещи. Почему это важно? Я говорю, когда люди приходят к массажистам, ну, там взял кто-то хрыст, и что-то там шипики отвалились. Ну, отвалились, куда они деваются? Туда же были принесены соли. Это все образовалось. Есть привычка организма, есть мышечный каркас. То есть для того, чтобы нам что-то в себе изменить, подготовить тело, то есть наш храм привести в порядок и навести порядок в нем, нам нужно не только что-то там хрустнуть и прочее, нам нужно все там привести в порядок. А чем мы это можем делать? Чем мы можем убирать наш храм? И вот как раз-таки практики рассчитаны на то, чтобы мы себя гармонизировали, делали все более мягкими и округлыми, и гармоничными. И вот принцип, я сейчас не хочу уходить в тему двайда-двайда, потому что здесь, я знаю, есть люди, которые часто используют эти термины. Есть у нас отдельная лекция, что же это такое, потому что не так просто, что вот это все двоично, это все не двоично. Но, что интересно, когда создавались приборы первые для акупунктуры и прочее, вот у нас тут в Корифей был Портнов, который создавал первые приборы для акупунктуры, они тогда уже столкнулись с определенной проблемой, что все, что на сегодняшний день есть в электричестве, оно построено на той конструкции, которая у нас есть в голове. А в голове у нас двоичная система. Хорошо – плохо. Черное – белое. Компьютер построил. Ноль – единица. Но если вы возьмете в природе, посмотрите, то нет такого – вот это только белое, это только черное. И вот тут есть иная философия, лежащая на другой философской базе. И когда человек проходит вот этот цикл, который я рисовал весь, дальше он может переродиться. Так вот, когда он перерождается, у него рождается другой вид ума. Это отдельная тема, но дважды рожденный, не просто так называется человек. Потому что в последней стадии он практически умирает, и потом вот как гусеница превращается в бабочку. Она уже перестает быть гусеницей. Она уже теперь бабочка, и она может летать, у нее другие функции. И то, что интересовало гусеницу, бабочку уже может вообще не интересовать. Там остаются определенные, так сказать, то, что было у гусеницы. Но это уже не гусеница. Так вот, если вы возьмете законы света, то вам очень многое станет понятно. Потому что принцип света работает как раз таки на недвойственной схеме. Если вы возьмете, совместите два света или три, то посмотрите, вы поймете, что написано в бхавадгите, в ведах, торе и так далее. Почему? Там описаны эти законы просто таким очень интересным языком. Вот все тексты на санскрите, они запрещены были к записыванию, их потом уже создали. Древние тексты... Вот, скажем, конфликт Будды Шакимоне был как раз таки с тем, что он был из кшатриев. И брамины его не признавали. Когда он сказал, что, знаете, все равны, все имеют одинаковые способности, сказали, э, нет, ты кшатрий и будь кшатрием. А брамину только браминское. И вот тут, тут как раз была революционная ситуация, когда он показывал, что нет, может быть и по-другому. Это все ваши религиозные догмы вам выгодно. Точно так же, как я, когда индусов спрашиваю, скажите, пожалуйста, а почему брамины во все праздники по пояс голые? У них только шнурок такой надевается. Почему? Вот когда приезжал у нас представитель, так сказать, американского исторического центра, он сказал, как вы что не знаете? И вот век, когда веды пришли в Индию и так далее, это очень просто. Когда арии, пришедшие в Индию, начали смешиваться с местным населением, и они еще стали загорать, они поняли, что они начинают смешиваться и терять свою божественность, как они тогда считали. И тогда они договорились больше, а, не загорать, б, в праздники, снимать рубахи и показывать всем, что, извините, мы другие. Традиция осталась? Осталась. И вот здесь поэтому, когда говорят, индийская йога, я говорю, да нет никакой индийской йоги, нет никакой йоги патанджали, нет никакой, есть йога, она одна. Это дальше люди своими умами поделили, это вот этих, это вот этих. Когда тут один у нас индус бегал и говорил, мы хотим запатентовать асаны, это индийское изобретение, я говорю, гениально, молодцы. Я говорю, только непонятно, что вы будете делать с тибетскими, с тибетской йогой, с суфистской йогой и еще, и еще, и еще. Вот здесь очень плохо, когда начинается кто-то, говорит, что вот это только наше. Йога это общечеловеческое понятие, которое стоит вне религии, вне традиций. Это базовый принцип единения. То, что я изначально рассказывал. Что такое йога? Да, вы помните, я спрашивал всех, кто что представляет. Нету вот этих делений. Это все придумано было. Это было придумано этой группой людей, это этой группой людей. Я тут тоже слышал ускальзивание, что йога есть только одна, йога патанджали. Хорошо. Но принцип света, он четко показывает, что любой сын и отец, они связаны. И здесь получается интересно. Любой комбинацией других цветов мы можем родить любой другой цвет. То есть любой сын, он является отцом одновременно. И отец с сыном. То есть здесь есть круговой такой цикл, когда вот эта тройка рождает сама в себе что-то новое. Только в другом варианте. Хотя все едино. Ну вот как бы, как белый рождается цвет. Это объединение всех цветов. Вы можете взять разные фонарики и попробовать, что получается. Так вот так же и в нашем организме. Если у нас что-то одно преобладает, например, там красное, то у нас будет больше этого красного. И на нас будет влиять, значит на нас влияет там Сатурн. А вот у этого там такое, на него будет влиять Марс. Это язык, как был язык такой смрити, на котором записывались все самые серьезные тексты. Так же, как вот многие говорят, вот оригинал записанный со слов Будда Шакьямони на санскрите. Я говорю, ребята, Будда Шакьямони вообще никогда на санскрите не писал. Потому что он не хотел, это серьезнейший конфликт был бы с броминами. Он писал все, он не писал, а записывали все на поли. А потом уже перевели. Поэтому это, как бы, все вещи, которые становятся понятными, когда смотришь, как развивалась вот эта мысль в мире. Что ты машешь, чувствуешь, хочешь что-то сказать, скажешь. Как раз сейчас очень интересно это объясняется. От планет идет отраженный солнечный свет. И, допустим, на момент рождения у каждого человека превалируют... Какие планеты стоят? Превалирует определенное количество металлов. У каждого планета стоит тоже. Конечно, конечно. И вот этот отраженный свет Солнечный сейчас все объясняет. И точно так же объясняет все. Я когда... Врачи говорят, ну какая тут астрология, господа. Ну чего тут? Ну, слово месячные. Откуда взялось? Ну, это же связано с фазами Луны. Это же, как бы, понятно вообще. Приливы-отливы. Их что, кто-то отменял. Это все на нас влияет. Все, кто работает в психиатрической больнице, знает, как только будет весна, полнолуние, полная психиатрическая больница будет. Потому что мы связаны. И не признавать этого, ну, по крайней мере, очень смешно это выглядит. Сурья-намаскар. Есть Сурья-намаскар, а есть Чандра-намаскар. Да? Да? Вот. Точно так же. Только здесь, как бы, всякие умные санскритские названия. Но когда выполняется Сурья-намаскар или любая, там идет стимуляция. Вот в этот момент идет определенный звук произносится мантрически. Определенный свет визуализируется. Определенный вкус должен возникать. И так далее и тому подобное. Вот тогда это будет реально Сурья-намаскар, а не просто физические тыркалки и упражнения. Вот храм, который списан недалеко от Паталы, в котором, кстати, Далай-лама так и не был. Его, когда он там был, для его знаний, он для него был закрытым. Потому что это тайная практика, которую нельзя получить, нельзя посещать было, изучать, пока не получишь определенные посвящения. Поэтому, что такое посвящение, это тоже очень важный момент, который был открытием, когда в свое время было доказано, что когда человек у себя что-либо родил, и его ум начинает излучать определенные частоты. Если он серьезный парактик, он может эти частоты начинать сначала у себя оздоравливать, а потом начинает транслировать, потому что у него становится аура больше. И люди, находящиеся с ним в резонансе, он может у них стимульнуть определенные процессы, которые у них запустятся, а так они у нас находятся в древнейшем состоянии. И вот когда приезжают у нас ламы и делают прямую передачу, я говорю, что это такое? Я говорю, да очень просто. Это стимуляция определенных процессов. Но это сработает только для тех, у кого будет, полноговоряя, если он передающий устройство, а мы принимающие в виде радиоприемника, то у нас должна быть та же волна. То есть мы должны находиться в резонансе с ним. И если мы начитываем ту же мантру, делаем те же визуализации и прочее, 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 то тогда мы можем войти в единый резонанс и у нас запустится то, что нам бы, может быть, и запустилось. Но для этого нам нужно было попасть самим в это состояние, как его запомнить, осознать и натренировать. Поэтому линии передачи, вот как вот тут нарисовано, или вот тут сзади, но не видно, вам вот увидите. Это когда-то учитель, то есть человек, что-то на себе получил, какой-то допспособность. Дальше этому смог обучить своих учеников. Ученики смогли обучить своих учеников. За это время все менялись условия, менялась картинка мира, мировоззрение и прочее. Но это все передавалось от него туда, 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 туда. И вот все, что мы здесь, если с кем-то начинаем работать, приглашаем кого-то из мастеров, мы всегда берем только тех людей, у которых есть вот эта линия передачи. В медицине это называется длительные клинические испытания. Все. То есть это методы, которые давали результаты в разные, скажем так, времена. И это очень важно. Потому что наизобретать я могу все, что угодно. Но факт, что то, что я для себя изобрел, то, что оно подойдет любому из вас, это не факт. Может быть подойдет, а может быть нет. А вот если я что-то изобрел, передал это кому-то из своих учеников, эти ученики передали дальше, потом дальше, 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 вот тогда, это есть уже линия преемственности, значит, эта методология работает. И это четкие правила и законы. Вот Дурван Кримпаче как раз у нас удивительнейший мастер, конечно. Ну, так. Немножечко тоже забегу. Это тибетская картинка движения Ла. Или жизненной силы. Или Ци, или Ки, или Праны. Вот мы как раз на семинаре изучали разные виды Праны. Вот как раз-таки мы изучали и дифференцировали эти вещи. Так вот, жизненная сила, она движется у нас в теле постоянно. Вот эта схема, как связана с цветами или с длинными волн, жизненная сила. Вот в Чудши, это замечательнейшим образом описываются эти вещи. Вот некие нервные окончания. которые у нас имеют место быть, скажем так. Это же, опять же, чакра. Только если вы возьмете чакры и начнете изучать в любой традиции, и не будете понимать смысла, то можно быстро и легко запутаться. Потому что потом вдруг возникнет, что здесь чакры еще есть, здесь есть славянские традиции. Почему говорят «правда»? Почему? Здесь была лель, как бы, были точно две чакры были вот этих. Лель, да. Ну, не буду сейчас его усложнять, но в любом случае, вот, система чакровая, она есть в любой точно так же традиции. Это когда стали появляться религии, и одной религии нужно было вытеснить другую религию. Ну, например, было язычество, пришло христианство. Дальше христианство должно было быть вытеснено коммунистической философией. Это тоже, как бы, своя религия. Был флаг, было знамя, был идол, коммунизм, идея, своя Библия. В принципе, та же самая религия. А? Да, да, то есть, как бы, то есть, вот эти все религии, каждая новая религия, она, скажем, пытается уничтожить предыдущую память о ней и уничтожить, главное, мастеров. Поэтому, говори. Как бы, как тут еще было, то есть, если вам надо понять, что звук, звук, свет, мысль, матея, это все, как бы, странно, то есть, разная частота инфрации. Эти системы можно по-разному отсыскивать, но суть одна. Вот поэтому, когда меня спрашивают, вот вы в тибетской традиции, я сразу же как-то говорю, знаете, для меня нету дифференциации, для меня абсолютно приемлемы любые древние традиции. Не те новоделы, которые придуманы и не опробованы, потому что там может быть, скажем так, ошибка, которая размножена. А если это древняя традиция, то она все равно вокруг этого будет крутиться, но будут разными словами. Вот, кстати, тибетский вариант. Это тибетская танка. Это я как раз где Далай-Лама-Ставка. Точно так же описаны чакры, но видите, они чуть-чуть по-другому нарисованы. Да, и тут уже приходим. Как же это все к нам-то относится? Кстати, шутки шутками. Это известный йог в Литве. У нас тут, я вижу, виду, люди. Я специально не показываю лицо, не говорю кто, да, потому что вот это яркий пример, когда человек старается, старается, но у него было все намного еще хуже. вот здесь очень хорошо просто. У него такой наглядный позвоночник, когда можно сразу, так сказать, увидеть, какие возникают сложности. И очень многих людей, кто достаточно долго занимается, как они думают, йогой, возникают такие проблемы. Почему? Если нету целостного понимания, очень легко попасться на определенных ловушках. Эти ловушки, они вот очень рядышком. А что из-за этого происходит? Как только у нас происходит смещение чего-либо в позвоночном отделе каких-либо позвонков, у нас сразу идет нарушение и на чакровой системе, и на энергетической, и так далее, и тому подобное. Вот славянский вариант. И сейчас на Урале нашли уже и статуэтки, и так далее, где полностью все те же самые чакры описаны. Исток, зарод, живот, перси, уста, чело, родник. Ну и, соответственно, лад, лад и леля. Откуда слово «ладно»? Вот в языке сохранилось, а уже многие не помнят, что это такое. Почему живот? Слово «жизнь», «жи». В латвийском языке «дзы». Чехия есть и живот, и жизнь, такие и люди. Чехия, да? А что же самое? Живот и жизнь. Одно и то же. Ну вот «дзивы» в латышском. «Дзы», «джи», «чи», «ци», «гун», откуда? «Ци», «ки», «ай», «ки», «до», «ки». То есть, вот это является базовой вещью. Если у человека негармонично работают праны, он эти процессы у себя не научился отслеживать, дальше всё, что он будет делать, какие-то завязывания в узлы, ну хорошо, но любого ребёнка возьмите с детства, ну, родился, и начинайте его гнуть, и пускай он растёт. Он будет очень эластичным, как все гимнасты. Но, когда он станет взрослым, он будет просто хорошо гнуться. И что? И ничего. У него не будет всей той базы, которую я пытаюсь вам сейчас как-то преподнести. Не буду я дальше. Сейчас я пробегу. Вот, кстати, тоже важный момент. Это отдельная такая тема. Это различие между знающий и владеющий. Вот подумайте, чем отличаются учёные от мудрецов. Вот по анализаторам. Кстати, схема. Это отдельная лекция большая. Не буду я сейчас её... Долистаю до определённых... Вот, кстати, тоже очень интересная вещь. Вот весь санскритский алфавит, это как раз таки... Он соответствует звуковом уровне движению жизненной силы в теле. Вот как ла поднимается, или жизненная сила, вот она как циркулирует в течение месяца по телу у нас, так и санскритские буквы соответствуют каждому днём. Кто эти вещи знает... Вот таки директора института медицины... Обратите внимание, институт тибетской медицины и астрологии. Не разделены понятия. Почему Гиппократ и говорил, что человек, врач, который не знает астрологии, это не врач. Сейчас я хочу долистать до определённых моментов. Сердечному пульту. По диагностике, да. Как мы можем диагностировать точно так же, видите, ваттопитокафа. Деление человека. Не пытайтесь сейчас записывать. Вот вся система, то, что звезда, движение по меридианам, по элементам, это одинный вариант. Вот иудейский вариант. Точно так же весь расписан по цветам и по этому. Всё то же самое. Вот я немножечко к сколиозикам хотел подойти. Ну вот Андрей начитывал лекцию про лордозы, кифозы и так далее. Вчера мы смотрели кого-то. нужно чётко понимать, что в зависимости от того, что у нас происходит с позвоночником, то у нас и будет со всем остальным. Поэтому первое, с чего начинают все традиции. Конечно, яма не яма – это ограничение психики и психической тематики. Но следующая вещь – это работа с позвоночником. И в любой традиции древней, в любой религии есть поклоны, простирания, земельные поклоны. Потому что если позвоночник у вас совсем срос и всё совсем плохо, ну бесполезно лечить этого человека. Нужно начинать. Да, можно подлечить временно. Но с точки зрения глубокой терапии это бесполезно. Вот как бы смещение у нас, как может происходить, и с детства оно закладывает. Кстати, в советской школе обязательно смотрели за этими вещами. У меня сейчас есть несколько пациентов из Германии. Я просто в шоке был, когда увидел, как ребёнок на глазах у врачей, где каждые три месяца у них проверка, как врачи могли не замечать. Поговорил об уровне тех врачей, которые работают в обычной школе. Это им без разницы. Потому что ребёнок просто его перекашивало, закручивало, там у него всё срасталось годами, а они просто не замечали. Это ребёнок, который учился в немецкой школе. Вот яркие примеры того, как выглядят люди. Поэтому, по тому, как у человека раскрыта грудная клетка, как у него сзади чего выросло. Вот нет у нас сегодня одного тут мужчины, который жалко. Очень хорошо было бы на нём показать некоторые вещи. Потому что, когда люди с такими данными преподают йогу и утверждают, что они великие йогины, у меня как-то я смотрю, ну да, он так считает. Но как-то нужно немножко хоть попробовать оценить на себя, попросить, чтобы отзеркалили. Потому что, когда у человека сзади возникает вот такой здоровейнейший горб, сросшийся, и он говорит, что я ещё и правильно йогу преподаю, я всегда вспоминаю запись, которая была для любых врачей аюрведы. Доктор, прежде чем лечить других, вылечи сначала себя сам. Поэтому это касается и йогинов. Да, мы можем помогать, мы можем. Но в буддийской традиции запрещено, пока ты не дойдёшь до, по крайней мере, пятого бхуми, вообще вещать людям какие-то серьёзные вещи. Да, помогать. Мы можем все друг друга. Но не надо тогда вешать себе всю грудь в орденах и говорить, что я великий йог, я такой же, как те, которые с детских лет практиковали, учились, и я ничем не отличаюсь. Чего тут их слушать? Я тебе сейчас пойду, сам расскажу углом, по-быстрому. Не получается так. И самое удивительное, чем у человека более серьёзная патология, тем больше он рвётся в инструктора и в гуру. Практически реально гуру, которые, они как бы спрашиваешь, типа, а вы, он говорит, нет, я ещё вот только начинаю изучать. Я ещё, да, вот тут могу вам дать, тут совет, тут. Правильно, правильно, получается взаимосвязанное? Я не критики ради этого говорю, просто я чётко вижу сейчас тенденцию, когда люди, скажем так, вывешивают большие плакаты, что они гуру, что они преподают и так далее, и дальше они набирают себе людей, которые приходят, то зачем? За знаниями, за идеей вообще создания, ну, какой-то сертификационной системы. Сначала мне как-то очень не нравилось. Ну, как так можно было? А потом, когда я увидел людей, которые по 10-15 лет занимались йогой и себя окончательно разрушили, я как-то сказал, слушай, ну, наверное, что-то надо с этим делать, наверное, всё-таки. Потому что, естественно, должен быть курс, дающий образование, но он должен состоять из представителей разных школ, разных традиций, традиций, которые уже показали себя на протяжении нескольких тысячелетий. потому что иначе, а как тогда отличить, вот кто является реально владеющим, а кто не является? Нету такого гуру метра, там, приложил, и этот гуру такого-то уровня. То есть только мастера, сами же мастера, могут определить, кто среди них мастер, а кто нет. Потому что для человека, который только пришёл, это не видно. И очень часто бывает, что мастера серьёзного уровня, у них очень мало учеников. А люди, которые как-то совсем, они умеют воздействовать на какие-то такие вот, скажем так, центры, и у них как раз-таки получается много-много учеников, и вроде как... Так вот, по количеству учеников, это не является критерием, к сожалению. Удовольствие культурам только один ученик? Ну вот, удовольствие... Удовольствие культурам только один ученик? Тоже не согласен. И вот мне кажется, как раз-таки, возможность через обучение в интернете увидеть разные подходы разных школ должно, по крайней мере, выкристаллизовать вот эти критерии. Кто есть кто. Потому что в бизнесе всё понятно. там один критерий, а здесь-то... Но в любом случае... В любом случае... Так... Всё, давайте переходим к практике. А то мы сегодня заболтаем. Всё. Так, кто хочет, кто ещё не показывался у нас со спинами? Все купальники одели. Садись так, чтобы камера спиной была. Ну вот так вроде садится, да? И так вроде более ничего. Вот сейчас я буду её по-разному наклонять. И вы начнёте замечать, как в момент наклонения будут выползать определённые нюансы. Потому что я уже вижу тонкости, которые тут есть. Наклоняем тихонечко шейку. Тот, кто идёт, снимайте, пожалуйста, с цепочки. Тебе уже не надо, но... Заслабь плечико. Лазили вчера под лопатки друг к другу. Ну вот, молодец. Расслабляться умеет. Вот, смотрите, шишечка поползёт. Если есть здесь шишечка, то какое у нас правило? Значит, где-то провалится. Первое, где у нас может провалиться, это где... О, вот смотрите. Видите, выползла. Вот здесь он ушёл туда, внутрь. Сейчас увидим. Есть мышцы, которые поверхностные, а есть глубинные. Здесь какой нюанс? Ну, это уже раздел экстрасенсорики и целительства. Но, условно говоря, если мастер давно этим занимается, практикует, то любое лечение целительства считается как есть некое биополе, которое существует у меня и некоторые умения, которые есть у меня. Слышишь? Кто ещё не щупал у нас? Иди сюда. Дай пальчик. Понимала, чего у нас нарастает? Слышишь? Пальчик пощёнки. Нет, это такие жилы возникают для того, чтобы блокировать... Чтобы удерживать вот эту шишку. То есть, эта шишка, у неё здесь два позвонка. Первый и второй. Вот эти мышцы у неё зажаты, они твёрдые. Соответственно, они ёлочкой будут тянуть. И для того, чтобы их зафиксировать, и не шло стирание... Вот, смотрите, вот позвонок, вот прокладочка, да? Вот прокладочка. Вот эти прокладочки, они как раз-таки у нас начинают стираться при... Если один позвонок наклонился относительно другого, и его ещё ротация какая-то произошла, то вот эта штука уже не будет ровненькой таким блинчиком. Где-то выползет, где-то нет. Чем больше выползает, тем больше зажимает нервные окончания. Соответственно, то, что называется... Вот кто у нас тут специалист по грыжам? Потом он на тебя грыжет, да? Пока... Специалист по грыжу. Ну, а как? А откуда человек узнаёт, что у него есть печень? Вот любого ребёнка спросите, Алиночка, где печень? А почки? Там. О! Значит, она уже знает, где почки. То есть, как только человек узнаёт, где у него какие органы, и он не учился в бедоинституте, потому что всю анатомию, которую мы изучаем, и которую требует, чтобы мы здесь преподавали... Ну, скажите, в каком классе мы изучали? А? Значит, дети какие-то. Или откуда-то родители знают, что что-то в анатомии есть. Или какие-то там сёстры младшие или братья. Потому что мы изучать анатомию начинаем в четвёртом классе. Все, где находятся почки, патологии... Вот всё, что я вам, по идее, вот про это буду рассказывать, это проходит в пятом классе. С пятого класса у всех это стирается напрочь. И простейшие вещи никто не знает. Так вот, анатомию, когда начали просить, чтобы мы давали, я как бы говорю, а какую анатомию вы хотите? И понял, что ту анатомию, которую хотят видеть наши 99% студентов, это анатомия 4-5 класса. Так вот, когда я работаю с человеком, я, соответственно, к нему присоединяюсь. Ну, в гипнозе, в Эриксонском гипнозе это называется рапорт. Создание рапорта. Или что-то подобное. То есть присоединение. И если я умею расслабляться, то воздействие на человека, воздействие, он тоже в какой-то момент начинает мои эти ритмы считывать. И у него начинают ползти не только внешние мышцы, но и глубинные. Это вот интересный эффект, что вроде как вот так приходит к какому-то специалисту, вроде все нормально. А кому-то приходит, вдруг бац, начинает все эти штуки выползать. Многие это даже подсознательно и не знают ничего об этом. И многие целители, вот я сколько лет сижу в комиссиях, у нас такой случай был удивительный с бабушкой, которая шикарнейшим образом почки, камни из почек выводила. Ну, просто. И вот собрались несколько врачей, так сказать, комиссия была организована. И поехали к этой бабушке. И как раз взяли двух врачей, у которых камни в почках. Дружище, чуть-чуть только туда. Врачей взяли. Да-да-да, у которых камни в почках. Тогда еще не было этого метода, ультразвуком дробить. И поехали. И бабушка говорит, ой, да, ну садись, вот тебе водички попей, сахар заговорила, водочку заговорила, это прими. Потом погудела, пожужжала, повибрировала руки, положила, говорит, ну иди. И там у нас один мужчина был, говорит, ну как, говорит, он говорит, ну тебе больно будет, у тебя большой камушек. Вот. Говорит, ну писай в баночку, говорит, выписываешь, принесешь. И вот мы остались, вот, к вечеру у него начинает идти, я смотрю уже, так сказать, глаза у него все округлеют. Вот. А больно, когда большой камень не идет, для мужчин особенно. Вот. И в общем, он там орал, орал, и тут прибегает с кровью, вышла, удивленная. В общем, женщина, которая не верила, вторая была врач, у нее тоже пошла. И в общем, она говорит, все, это феномен, это открытие, надо быстро бабушку изучать, туда-сюда. Они уже привыкли, просто ты это видишь первый раз. приведите в порядок, девушку. Антель, вас надо ослаблять, быстро. И в общем, бабушку давай изучать. Я спрашиваю, слушайте, а вот этот камень, типа, из какой почки выходил, и с правой, вот, выходил. Бабушка смотрит, говорит, камень, говорит, отсюда выходил. С какой почки, он говорит, ну, из этой? Говорит, справа и из левой? Он говорит, а что, почек две? Одна? Вот тут. И вот тут, представляете, шок врачей. То есть, они понимают, что они все профессора, доктора, даук. Они знают, где находятся почки, но они не умеют из них выводить камни. А бабушка уверена, что у нее почка вот тут. И она выводит. И вот после этого, они такие, слушай, зачем бы вообще-то датомию изучали? Вот что это дает? Дает. Это нужная штука. Так вот. Да. Наклоняйся. Ниже, 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 ниже. Опа. Вот у нее переход. Видите, здесь сейчас выколзла, а здесь провалилась. Причем, как интересно, когда она садится прямо, они у нее туда западают всем блоком. А когда она выпрямляется, это вылазит. И вот у нее рабочая зона. То есть, вот эти сросшиеся позвонки и вот эти сросшиеся блоками. И вся нагрузка вот за эти три прокладочки и за эти три прокладочки идет на вот эту прокладочку. И вот если она потом замерзнет и где-то сильно дернется, то эта прокладочка, и так уже совсем находясь в сложной ситуации, может выползти, так сказать, еще больше. И вот это называется грыжа шморлина, словно говоря, когда она выдавливается. Так. оп, слышала? Что я делал? Посмотри, ничего не делал. Я просто тебя расслабил. И когда ты села прямо в расслабленном состоянии, хопш, и позвоночник щелкнул. Вот это принцип, который можно использовать во время медитации. Вот эти все хрым-хрум-хрым, это можно так, но лучше всего и мягче всего вы вставите себе позвонки, если во время медитации вы качественно расслабитесь и начнете тянуться головой кверху, а этой вниз частью. вы можете показать на теле, где шишка, где возникает, где возникает, где возникает, очень просто. Вот, как правило, вот эта шишка, где возникает, это заканчивается, вот у тибетцев, он считается, как бы, первым. вот идут позвонки, вот эта зона. Да, конечно. Только здесь вот как бы правильно нарисовано. Кстати, проблемой было, я даже вот когда скелеты, вот этого, вот этого правильно, видите, нарисовано. Вот. Они немножко разные формы, как бы, по блокам. То есть шишка, это еще шейный позвонок, да? Это конец шейного. Шейный позвонок, да? Седьмой шейный. А то начинается первый грудной. Да, первый грудной. Тибетцев, он считается, как бы, первым. Вот, для тебя ты не ползал, иди потрогай у меня. Просто, чтобы ты понимала.